Что касается рекордов и успехов в мире спорта, их тоже было немало. Хотя Запад всеми силами пытался изолировать российский спорт, что, конечно, сказалось на тюменских атлетах международного уровня. Началось это с мартовской паралимпиады, когда наших участников, уже прилетевших в Пекин, не допустили к стартам. В итоге в Ханты-Мансийске провели альтернативные игры под названием «Мы вместе», где тюменцы Станислав Чехлаев и Вера Хлызова взяли пять золотых медалей. Также весной впервые в истории без участия сборной России прошел чемпионат мира по хоккею. Такое решение обернулось для финских организаторов рекордно низкой посещаемостью. Ну а тюменские болельщики хоккейный 2022-й все равно запомнят, как счастливый. Ведь Рубин впервые за 11 лет стал чемпионом ВХЛ. Самое долгожданное событие 2022-го – футбольный чемпионат мира. Туда сборную России также не пустили, зато в Катаре был выросший в Москве камеронец Гаэль Андуа, вышедший на матч против Швейцарии в бутцах с российским триколором. Не забыли о братской стране и сербские болельщики, распевавшие перед матчами Сербия и Россия братья навек. Наконец, многие уже не помнят, но начался год с Олимпиады в Пекине, где наши спортсмены еще выступали и были вторыми по количеству медалей. А тюменские атлеты выдали лучшие для региона игры за всю историю. Лыжники Денис Спецов и Татьяна Сорина стали олимпийскими чемпионами, а всего в копилке сборной области оказалось 6 медалей.